Всех приветствую на своем канале. В этом видео продолжается и заканчивается история строительства кухни своими руками. Уверен, что каждый найдет для себя что-то полезное в этом ролике. Поэтому смотрите до конца или переходите к интересующему вас этапу. Итак, начинаем. Чтобы сделать такую ручку, использую два деревянных уголка, один из которых распускаю вдоль, чтобы отрезать 10 мм и приклеить ко второму. Затем в два слоя наношу пропитку цвета графит, прозрачный лак и приклеиваю. На мой взгляд импровизированная ручка получилась очень удобная и стильная. Бруски 30х40 будут выполнять сразу четыре функции. Первое. Крепление брусков на скользящие уголки позволит избежать деформации шкафов при усадке бруса. Второе. Это крепление стеновой панели и верхних модулей. Третье. Беспроблемная прокладка электропроводки. И четвертое. Это циркуляция воздуха как для стен, так и для варочной поверхности. Стеновая панель МДФ сразу для розетки делаю отверстие с помощью крупного сверла и лобзика. Крепление панели помимо жидких гвоздей в верхней части креплю на саморезы, так как средние модули будут внахлёст. Снизу панель прижимает со столешницей, а шов герметизируется без всяких принцессов. Рассмотрим пример расчета фасадов в модуле на спину. Нижние границы модуля берем за основу. 800 отнимаем толщину арки и половину стенки пенала. Делим на 2. Левого фасада отнимаем зазор 3 мм и 1 мм кромка. Рассчитываем высоту. 720 отнимаем толщину арки равно 704. Отнимаем зазор 2 и кромку 1 равно 701. Ширина правого фасада модуля над мойкой 1 мм больше из-за зазоров. Средний модуль 600 минус 2 минус 1 равно 597. Фасад вытяжки высота 704. Отнимаем ручку 40 равно 664. Минус зазор и кромка 660. Сама ручка от вытяжки 597 от 40 отнимаем зазор и кромку 38. Ну и рассчитаем фасад для бутылочницы. Ширина 150 отнимаем толщину арки и половину толщины боковины пенала. Равно 126 отнимаем зазор 3 кромку 1 равно 122. По высоте остается 701. Проверяем правильность расчетов. Складываем рассчитанные фасады по ширине. Плюс 6 зазоров по 2 мм и плюс 5 мм это кромка для 5 деталей. Должно получиться расстояние между боковинами арки. Ширина рамки это ширина фасадов левого пенала. От этого размера отнимаю ширину микроволновки. К полученному числу прибавляю высоту микроволновки. Это и будет высота рамки. Выпиливаю с небольшим запасом, чтобы дверца открывалась, не цепляя внутренние края. Приклеиваю кромку по внутреннему периметру лицевой стороны с небольшим выступом, чтобы выровнять рамку, скрыв неровный спил. Саму стружку тоже прячу. Вот таким простым способом фиксирую микроволновку. Приклеиваю кромку по внутреннему периметру. С помощью трех вот этих приспособлений можно легко и быстро собирать корпусную мебель в домашних условиях. Пока рука не добита, не тороплюсь сверлить глубоко под петли. Проверяю, если чашка шатается, то сверлю еще. Субтитры做ал DimaTorzok Средние модули креплю на динрейку с помощью регулируемых навесов. Выступ динрейки равен толщине панели, поэтому модули ложатся параллельно стене. После того как отрегулировал примыкание и высоту по уровню, все модули соединяем между собой саморезами 3.5х30 мм. Продолжение следует... Продолжение следует... В интернете нашел статью про конструкцию из трех клапанов. Для того чтобы вентиляционный канал не промерзал в зимний период, нужно установить три обратных клапана. Такая система создает три буферные зоны для воздуха и перепад температуры становится плавнее. Это работает как тамбур в подъезде. А как это будет работать на самом деле, узнаю зимой. Если кому интересно, спрашивайте в комментариях. Даже если просто длинуть, все три клапана легко открываются и закрываются. С уличной стороны герметизировать не стал, так как отверстие находится под открытым навесом. Продолжение следует... После этапа с микроволновкой мне понравилось встраивать невстраиваемую технику. Поэтому смотрите внимательно, получилось достаточно неплохо и удобно. Продолжение следует... 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 Чтобы верхние модули получились демократичнее, используя для них минимальное количество деталей. Продолжение следует... Продолжение следует... Конструкцию делаю единой, стягивая все детали уголками. Чтобы не было лишней нагрузки на средние модули, оставляю над ними небольшой зазор, после чего закрепляю верхние к стене. Продолжение следует... Фасады распашные... Открываться будут за верхнюю выступающую часть над корпусом. При регулировке зазоров использую обрезок кромки 2 мм. Корпус для ящиков, а также полки для пеналов делаю из LDSP, старого LDSP и даже использую фанеру. Ящики оклеиваю меламиновой кромкой. А теперь лайфхак для LDSP в цвете хромикс бронза. Если простым карандашом закрасить царапину или сколы, то ни карандаша, ни дефектов не будет видно. В этом случае мебельщики не оклеили одну сторону фасада, поэтому я всегда беру кромку с запасом и прошу после распила оставлять любые обрезки LDSP. Например, из этого обрезка сделал основание под умное ведро, а из оставшейся части сделал бутылочницу верхней модуль. Для плотного прилегания петель места, где идут бруски, увеличиваю площадь. Укрепление петель в таких местах получается надежней за счет использования удлиненных саморезов. В этом месте будет отверстие для открывания дверцы правого пенала. С левой стороны корпус скрываю все той же кромкой. Где необходимо выровнять глубину закрывания фасадов, использую смягчитель удара самоклеящейся. На цоколе кромка только с нижней и боковых сторон. Установил всего на пару креплений, чтобы легко можно было открыть и помыть пол. При установке фасадов для ящиков, вкручиваю саморезы, чтобы острый конец слегка торчал с передней стороны. Теперь можно с точностью сделать метку. При повторной регулировке, которую я запланировал через несколько месяцев, перекручу саморезы в другое место. Поэтому, если зазоры получаются не идеальными, не спешу мучиться, так как нагруженные ящики с фасадами все равно провиснут. Торчащие бруски по краям скроются при внутренней отделке стен. Узнав по таблице из ПУ-7 какую мощность можно нагружать на кабель 2,5 квадрата, рассчитал фактическое сечение своего кабеля. Выяснилось, что кабель сделан не по ГОСТу и имеет сечение менее 2,5 квадратов. Сделал вывод, что при одновременном включении духового шкафа и чайника, суммарная мощность приближается к максимуму. Поэтому, чтобы спать спокойно, протянул отдельный кабель до розетки духового шкафа через отдельный автомат. От основной розетки делаю ответвление для увеличения количества розеток с обязательной пропайкой соединений. Кабель проходит через гофру к модулю вытяжки. От этой розетки делаю еще одно ответвление. Первое будет питать блок подсветки и вытяжку, а второе посудомоечная машина. Зная мощность ленты и нужную длину, беру блок питания на 35 Вт, так как запас мощности остается более 30%. Ленту стараюсь немного утопить, чтобы она меньше светила в глаза. Выключатель использую бесконтактный со светорегулятором. Включение и выключение происходит по маху руки, а при удержании ладони происходит регулировка яркости. Для подбора фурнитуры для кухни без ручек использую простые принципы. Если за фасад есть возможность ухватиться, обязательно ставлю фурнитуру с доводчиками. Если нет выступов, то фурнитуры без доводчиков, но с дополнительной установкой магнитных толкателей. Все петли использую накладные, а все направляющие шариковые полного выдвижения. Продолжение следует... Так как модуль на 800 оказался нестандартным, у посудосушителя пришлось отрезать с левой стороны крайний поперечный пруток, а оставшиеся продольные концы просунуть отверстия, тем самым уменьшив его ширину. Верхние фасады открываются за выступ сверху. Там будет храниться то, что обычно хранится на шкафах и холодильниках, портя общий вид кухни. Подсчитав свои затраты, решил проверить, какую сумму может обойтись такая же кухня на заказ мебельных компаниях. По фотографии и размерам своей кухни, просил сделать расчет бюджетной комплектации в нескольких точках города. Цены у изготовителя от 150 тысяч и выше, а по срокам ориентируется двух месяцев. Так как кухню своими руками строил свободное от основной работы время, на ее изготовление понадобилось более двух месяцев. При этом общие затраты составляют 44 тысячи. Даже если бы я выбрал более дорогие и качественные материалы для фасадов и менее бюджетную фурнитуру, то общая сумма в любом случае не превысила бы 100 тысяч рублей. Ну и самое главное это то, что я постарался доказать, что современная кухня это не просто мечта. Если вам нравится такое направление, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok